Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и в сегодняшнем видео я бы хотела поделиться с вами, скажем так, новогодним настроением и то, как мы начали украшать наш дом. Конечно же, мы украсили беседку, я вам ее уже показывала, она у нас видна из окна и придает новогоднее настроение. И вот это дерево, это туя, она у нас достаточно большая, и муж ее каждый год украшает вот такой гирляндой и пытается сделать ее ровно. На самом деле есть идея купить такие огромные какие-то шары или, может быть, сделать самим и тоже на нее повесить, но она очень-очень высокая и придает новогоднее настроение. Ее видно с улицы, так что придает новогоднее настроение не только нам, но и нашим соседям и людям, которые приезжают мимо нашего дома. Вот так вот выглядит у нас крыльцо, такая гирлянда, нам очень нравится. Вообще, я люблю, кстати, такие гирлянды, которые свисают как такими сосульками. И да, кстати, у нас на выходных выпало немножечко, совсем чуть-чуть снега, так что прибавило еще новогоднего нам настроения. Так что вот так вот у нас сейчас пока подсвечивается наш дом. И вот эта гирлянда на окне внутри дома выглядит вот так. Эта гирлянда у нас, кстати, уже очень давно. Ну и небольшое украшение на кухне. И тарелочку вы уже видели, это из Фаберлик с такими разноцветными конфетками и леденцами, мне кажется, смотрится мило. Ну и такой олень как раз-таки в тему. Елку собирают и украшают у нас каждый год дети. Это их, ну скажем так, обязанность, можно так сказать, перед Новым годом. На самом деле им очень нравится. Они во время того, как собирают эту елку и украшают ее, они обязательно обсуждают то, как придет Дед Мороз, что он им подарит, как он вообще попадет в дом и так далее. Плюс развешивают игрушки, развешивают их так, как они хотят сами, такие, какие они хотят сами. И мы с мужем, так сказать, только наблюдаем за этим, ну и немножечко помогаем там распушить, допустим, елку или что-то в этом духе. Все остальное делают дети сами. Это их маленький такой праздник и поднятие настроения перед Новым годом. Кстати, они потом в течение всего декабря, оставшегося до Нового года, могут сто раз перевесить эти игрушки. Если я докуплю какие-то новенькие, новые сюда повесить. Ну, в общем, всякое такое. Конечно, многие украшают в определенных цветах, но детям нравятся больше моим, по крайней мере, разнообразные игрушки, чтобы они были разные. И чем разнообразнее, чем разноцветнее, тем лучше. В общем, елочка — это моих детей. Ну, конечно же, с нами тут, как всегда, наша помощница. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот такая вот елочка у моих деток получилась, на мой взгляд, очень милая, очень здорово. И также они украсили, у нас есть вот такая ниша. Ну, расставили тут, так сказать, все, что им пришло в голову. Я, на самом деле, украшением вот этой ниши занимаюсь обычно сама, но пока не приступила к этому. И наверху у нас вот такая гирлянда. Кстати, заказывали мы ее с Алиэкспресс, тоже уже очень давно, до сих пор работает. Как вы уже поняли, я люблю такие что-то наподобие сосулек или тому подобное. В общем, она у нас такая разноцветная. Когда выключен свет, это выглядит очень-очень здорово. Вот так вот выглядит у нас елочка подсвеченная в темноте. Видите, видно беседка наша через окно, поэтому это у нас такое, ну, еще больше новогоднего настроения придает. Нам очень сильно нравится. И вот так вот при выключенном свете выглядит вот эта гирлянда. Видите, так просто, ну, не знаю, мне кажется, просто волшебно смотрится. Очень нравится и нам, и детям, и мы даже частенько находимся в этом комнате с выключенным светом, потому что эти сосульки достаточно яркие. Ну, сосульки я их так назову. Ну, и, конечно же, печенье. Куда же без него? Это аромат, это новогоднее настроение. Я в этот раз буду делать печенье орешки. У меня вот такое в формочке, то есть у меня не такая, знаете, есть специальная орешница, которая ставится на плиту. Нет, у меня идут такие формы для духовки. Нам понадобится 3 стакана муки, полстакана с сахаром, маргарин, 2 яйца, разрыхлитель теста и, конечно же, сама сгущенка. У меня вот такая вареная, алексеевская. Можно добавить в сгущенку орешки, но я так не делаю из-за тех форм, которые у меня есть. Растапливаем масло или маргарин, в моем случае, на медленном огне. И потом это масло у нас должно обязательно остыть, то есть у нас должно стать комнатной температуры. Разбиваем яйца, отделяем белки от желтков. Мы отдельно будем взбивать белки и отдельно желтки. Белки мы взбиваем просто до образования такой густой пены. Прям густой-густой, чтобы, как говорится, ложка стояла. А желтки мы смешиваем с сахаром, полстакана сахара на 2 желтка. У нас получается просто хорошенько перемешиваем, чтобы сахар у нас растворился вместе с желтками. Далее 3 стакана муки мы будем просеивать в миску. И я сразу же в муку добавляю разрыхлитель. Если у вас сода, то соду добавляется уже после замешивания самой смеси. Соединяем муку с растопленным маргарином, в моем случае. Также добавляем сюда желтки, перемешанные с сахаром. Белки. И все хорошенечко перемешиваем. Нам нужно вымесить тесто. Я потом еще добавляю сюда муки, чтобы тесто не прилипало к рукам и стало таким мягким и эластичным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И теперь каждую форму я кисточкой смазываю обычным подсолнечным маслом. Я это делаю обязательно, иначе из этой формы никак и потом печенье будет не достать. То есть оно туда просто прилипнет. На самом деле эти формы у нас уже очень-очень-очень давно. Я не знаю, наверное, еще времен молодости моей мамы. Я даже не знаю, откуда они взялись. Всегда у нас были, скажем так. И вот периодически в них что-то готово. Теперь я отрываю от теста небольшие такие кусочки и формирую внутри каждой нашей формочки. Стараюсь сделать такую некую полость там, но это на самом деле не получается. Все равно тесто при выпекании посередине вздувается. Конечно, можно положить туда какой-то утяжелитель. Я не знаю, правда, не знаю, что даже можно туда придумать. Но на самом деле у меня есть просто мысли заменить. То есть купить орешницу. Знаете, она выглядит такая, как вафельница. Если у вас есть такая, то напишите, удобна она или нет. В принципе, я так понимаю, даже не нужна для нее духовка. Просто поставил на плиту и положил туда тесто. Сверху накрыл и все, орешки замечательно готовы. Просто то, что я видела в интернете, они получаются намного красивее, наверное, чем у меня. И видите, внутри орешка у меня нет никакой полости. Поэтому для меня вот эта вареная сгущенка, она просто, получается, соединяет две половинки. Именно поэтому я туда не кладу размельченный орех. Некоторые рекомендуют вареную сгущенку смешивать со сливочным маслом. Я этого тоже не делаю. Только потому, что у меня нет вот этой именно полости, чтобы начинка получалась, ну скажем так, каждый раз разнообразной. Поэтому я делаю именно такое тесто, которое показала вам сейчас. Не обычное песочное, а вот с разделением белка и желтка. Тогда оно получается внутри такое более воздушное, более рассыпчатое, такое мягкое. Самое главное, это не пересушить эти орешки. В духовке я их готовлю при температуре 180 градусов где-то 15 минут. И вот такие вот орешки у нас получаются. Да, они у меня не очень, скажем так, ровные. Именно сам вот этот стык, я уже объяснила из-за чего, но они получаются просто безумно-безумно вкусно. Так что я надеюсь, вам понравилось наше такое праздничное видео. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Ну а я буду с вами прощаться. Всех люблю, целую и до новых встреч. И всем праздничного новогоднего настроения.